Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кто чем лечил, либо прививал животных, сэкономить на сотрудниках, которые занимаются бумагами. Гендиректор Кировского молочного комбината Василий Сураев опасается, что в результате пострадают потребители. Из-за закупок Меркурия вырастут цены на продукцию, а из-за возможных сбоев в системе остановится поставка товаров. Программа Экономика. В России запустят программу о продовольственной помощи малоимущим. Она может заработать уже в 2019 году, заявляют в Минпромторге. Сейчас обсуждаются источники финансирования программы, на которую требуется порядка 200 миллиардов рублей в год. Предполагается, что продуктовые карты будут получать около 19 миллионов человек. Это люди с доходами ниже прожиточного минимума. По этим картам можно будет приобрести основные продукты питания отечественного производства. В Кировской области, по данным Кировстата, такая мера может затронуть 15% населения. Экономика. На 101 ФМ. Вятские фанерные комбинаты штрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. По данным областной прокуратуры, это было связано с приемом на работу бывшего госслужащего. По закону, у нового работодателя, бывшего чиновника, есть 10 дней, чтобы сообщить на предыдущее место работы о контракте. Вятский фанерный комбинат этого не сделал, а он получит штраф в 50 тысяч рублей. Всего в первом полугодии прокуратура выявила 10 фактов приема на работу бывших госслужащих с нарушением требований закона. Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 59 рублей 7 копеек, евро 67,92. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Субтитры подогнал «Экономика» на 101FM Акономика. Субтитры подогнал «Симон»